Любой иностранный гражданин, первый шаг, это он проходит медицинское обследование в лечебных учреждениях нашей страны. Вот у нас, знаете, вот такая статистика, за 7 месяцев этого года было выявлено иностранных граждан, трудовых мигрантов, 317 человек с гепатитом В и 168 с гепатитом С. Также было выявлено 9 человек ВИЧ-инфицированных. Это у нас обязательное условие, которое предшествует для подачи документов, то есть сначала медобследование, потом все остальное. Тех, у кого выявили ВИЧ, то мы им, естественно, документы не выдаем, и они обязательное условие, добровольный выезд. Они выезжают из страны, мы это контролируем, а люди с гепатитом В и С, мы им разрешение выдаем, но ставим отметку в разрешении, стоит печать, что такие люди не допускаются в работе в общепитии, в лечебных учреждениях. То есть ВИЧ-инфицированные работать не могут, получается? ВИЧ-инфицированные работать не могут, да, они после того, как выявили ВИЧ, мы им даем определенное время, чтобы они купили билет и выехали из страны. Это законодательно закрепленная норма? Мы их насильно не вытворяем, они просто не получают документы и уезжают.